По счастливому пустельгу самца, которого я наблюдаю на соседнем доме. Выхожу я со своих судебных дел и слышу такой радостный крик пустельги. Радостный и счастливый. И мне захотелось приобщиться к чужому счастью. Я смотрел, где же он сидит. И он сидел на крыше 12-этажного дома. А на крыше этого дома там какая-то шпала торчит. И он сел какие-то 30 сантиметров повыше, чем 12-этажный дом. И сидит, и сидит, и кричит. И голос его, голос пустельги был не просто звонким, а каким-то сверхзвонким. Невероятным, счастливым. И он закричал. У него в отдушине сидела самка пустельга на яйцах. Она ему приговаривала. А он говорил. И в какой-то момент поднялся ветер. Он взмахнул крылышками, даже на секунду завис над своей присадой. И опустился на нее снова. И потом он спрякнулся, и все крылышки у нее сделали гладкими. Я видел, как он сидит. Он просто убивает со своей собственной силой, своим счастьем. И что он глядит на весь город с 12-го этажа. Я подумал о том, как тягостно и трудно жить нелетным птицам хищным, которые навсегда того лишены. И вот сегодня подобрали пустельгу. Как раз самца пустельки со сломаном крывал. Я думаю, что это вряд ли именно тот самец. Но, скорее всего, он совсем недавно точно так же кричал около своего гнезда. Ему довольны жизнью. А сейчас разбитый, ранен. Еще покажи все, как он кричал. Я же так не изображу. Смотри. Представляешь, что ты пустельга. Если я представляю, что я пустельга, я представляю, что я раненая пустельга со старыми переломами, которая сидит на подокойнике. Грустью глядит в окно и в себя совсем не верит. И думает о том, как раньше он был когда-то счастлив. Представь, что ты счастливая пустельга. Сытая и довольная пустельга. Как бы ты кричал тогда Самка твоя на яйцах сидит Расскажи про сегодняшних Сегодняшних Это не про пустель Это про мой поход в поля Я вышел с гильзой в поле И гильзы тянул скорее Потому что там свежая травка Там покой в котором она будет находиться И там воля И там ей хорошо И там мы будем с ней плавать, купаться И я вышел И услышал птичьи голоса Я подумал, что полная бессмысленность Производить наблюдение над птицами Потому что я все это уже видел А показать все это не некому Но я все-таки стал осматриваться Так как собака стала есть траву И мне надо было подождать, пока она сделает свои дела И поест зелень, которую ей нужно И я увидел, как с поля Я стоял лицом к полю Летит какая-то точка И он летел быстро-быстро пустельга самец И он летел, летел, летел Потом он громко закричал Там И я услышал, как И когда они вместе вылетали на лету, она перехватила у него из лапок, по-моему, это был майский жук Ну, либо маленький мышонок, что-то очень маленькое И они опустились на крышу, самка тут же согнулась, стала расплевывать этого мышонка И приняла приглашающую позу А самец прям с воздуха опустился ей до спины, и они спаривались И потом он с радостным визгом опустился рядом А она все так же термилась И мы пошли дальше в поле И в поле мы увидели, как там споют соловьи в этих зарослях ивника Услышали, и там же кричала кукушка И там летали галки Летали одни галки в поле, а другие из поля в город И еще там были вяхери И у ручья росли высокие ивы И на сухой ветке ивы сидела ворона И внимательно-внимательно смотрел на вяхери Которые так тропливые, счастливые и глупо Прямо по прямой летит к своему почти законченному низу Не сявклю и веточку, и ворона говорила Лети, лети, голубчик Я к тебе скоро приду За яичками Другие вяхери летели тоже в поле, правда И вороны, понимаете, провожали их взглядом Там, видимо, одна и та же пара ворона Ну, может быть, там две пары Они смотрели, куда лететь вяхери У него, наверное, детки Он сейчас напьется водички и полетит деток поить А мы этих деточек и съедим КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ